Второй блок у нас в гостях экс-председатель Саратовского отделения политической партии РПР Парнас Алексей Лукьянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 40 дней с момента убийства Немцова. Что изменилось за эти 40 дней вообще? Сначала, наверное, в политической жизни. В политической жизни что изменилось? Нам, конечно, всем не хватает Бориса Немцова с его публикациями с его выступлениями с его харизмой которую он нес определенно Все мы ощущаем такую потерю, которую в принципе, как вот такого человека и харизматичного умного в общем-то такого политика, которую я считаю он мог бы вполне претендовать на пост президента Российской Федерации вот такого политика на сегодняшний день я, например, не вижу Вот Ну то, что изменилось например, там если брать расследование там если мы возьмем расследование то сегодня там идет следствие вот и следствие имеет там мусульманский след что значит его убили ну заказчики там чеченской национальности вот которые так называемые правоверные мусульмане вот во что я, например ну не верю во-первых один из исполнителей убийств если он на самом деле таковым является он во-первых не такой ну как бы исламский фундаменталист вот а во-вторых если уж настоящие правоверные они стараются всегда свои убийства которые они делают они всегда стараются показать то есть Аллах Акбар и чтобы это все видели чтобы это было всегда с таким пафосом все это сказано и во-первых берут на себя ответственность за содеянное как минимум здесь мы видим что Бориса Немцова убила власть а вот у власти различные щупальца различные рук много и в частности вот вбрасывается такая версия как убийство значит мусульманскими значит фундаменталистами можно сказать то есть не доверяешь в общем следствию ну этому следствию в полной мере как можно доверять если само следствие собственно оно и исполняется исполнительной вот исполняется исполнительной властью и если его убило власть следствие является властью ну то есть есть знаменитая фраза Владимира Путина сказанная по-моему год три назад где он сказал оппозиция нужна сакральная жертва и рано или поздно она появится тем самым намекнув на то что вот если кто-то значит будет убит например ну что-то в общем случится чтобы все смотрели говорили вот этот человек который пострадал фраза знаменитая довольно как считаешь тут Владимир Владимирович угадал или так совпало или все-таки это было сказано больше для прессы это действительно было для прессы тогда когда он говорил он не думал о том что ну может быть в мыслях что Борис Немцов вот если это там имеет отношение что Борис Немцов там вот так вот мешает ему на политической на политическом олимпе таком вот но на самом деле и версии даже есть такие что он как Борис Немцов он собирался баллотироваться в президент там Российской Федерации вот и мог бы составить конкуренцию если бы это ну на тот момент ну была объединенная оппозиция возможно возможно ну то есть возможно там несколько было бы кандидатов но определенный если бы не стал то проценты бы сильным в таком случае вот после смерти Немцова оппозиция может объединиться или нет есть такое что оппозиция может объединиться как я уже говорил что объединение возможно на базе открытой России которая трансформируется либо в политическую партию либо Михаила Кодарковского Михаила Кодарковского движения вот и он вернется в Россию в конце концов значит или же это будет партия существующая ну например та же Эропарнас которая там либо укоротит название оно слишком длинное там или вообще его как бы поменяет на новое ну то есть ну это как уже будут решать уже те кто объединятся понятно что будет с партией потому что при всем там отношении к Касьянову ну лидером по сути был то есть говорящий главой был конечно Немцов да и организатором всех протестных акций вот но все три лидера которые были изначально в РПР Парнас они хороши если так сказать на такой язык переводить для стартапа такого то есть для старта организации как в гражданской платформе например там Михаил Прохоров там на том значит в РПР Парнас на том этапе значит вот три лидера были даже четыре там были четыре лидера потом да потом осталось там три лидера вот и уже в трансформированном в виде вот в объединении возможно что Михаил Касьянов там уйдет в тень например я тоже не исключаю там и Владимир Ижков возможно и тоже не появится то есть в руководство придут какие-то другие люди Яшин возглавляет насколько я знаю московское отделение РПР Парнас и возможно и Яшин то есть к Яшину нет какого-то такого резкого там негатива да там замечено есть есть какой-то определенный такой шлейф да там Собчак вот да вот это вот но все равно тем не менее то что Яшин талантливый политик это надо дать должное то есть он хорошо понимает хорошо говорит ситуацию я имею то что понимает на политическом стране сегодня появилось очень много сообщений о том что собирают подписи под обращением переименовать мост все-таки в мост Немцова да либо улицу назвать этой же фамилией насколько это перспективно ну вот как я считаю каждое название тем более исторически значимое в Москве оно всегда за собой ну что-то имеет и это прекрасно в принципе вот из этого складывается исторический центр Москвы все эти переулочки вот и Москворецкий мост так называется то место на котором убили Немцова и да тогда был Москворецкий мост но вот сейчас вот мы допустим уже не знаем что ну Москворецкий мост что это такое то есть ну как бы обезличенность все равно и происходит в истории определенные вот такие ситуации такие вот убийства например люди которые ну для страны сделали определенный на определенном этапе определенный вклад политический и Немцов в том числе то есть и имя его обязательно надо увековечить и тем более произошел на этом мосту да мост Немцова почему нет то есть я например только за то есть ну Москворецкий мост ну что ну Москва-река Москва-река пустясь это это Москворецкий мост в принципе мост и так уже называют тем самым его так и будут называть то есть но насколько это перспективно именно во властных кабинетах то есть они решатся на это или нет я больше чем уверен что это власть которая сейчас она не пойдет на такой шаг это будет противостояние определенное то есть определенные вот цветы которые собираются то есть оно постепенно скорее всего будет угасать потому что силы людей не безграничны ну и у меня последний вопрос тогда вот после этого убийства стало ли опасно заниматься политикой в том числе стоять в оппозиции ну такого ранга политика как немцов вот сильного так открыто и резко критикующего власть на сегодняшний день ну не так много с такой харизматикой и с такой сильной известностью поэтому если сказать посмотреть кто за немцом то есть фигура поменьше в оппозиции их уже становится очень много то есть и поэтому ну всех перестрелять всех посадить там просто это уже невозможно вот и поэтому заниматься политикой я считаю что нет нет не страшно и кто занимается нечего здесь бояться потому что нужно родиться еще такой немцов вот чтобы власть столько пристально была к нему вниманием спасибо у нас в гостях был Алексей Лукьянов сейчас председатель республиканского клуба в свое время председатель регионального отделения РПР Парнас РПР Парнас